Здравствуйте! Приветствую вас! Одесса, 6 июня. Такие у нас встречаются брошенки вдоль дороги. Проснулась сегодня около пяти утра. Разбудило меня пение птиц. Комендантский час заканчивается в пять утра. В это время нет еще транспорта, машин. И особо слышны цвереньканье птичек. Практически весь вчерашний день и ночь прошли тихо, спокойно, без воздушной тревоги. Сегодня вам покажу пространство. Сняла я его вчера, потому что вчера там была барахолка. Это, как называют организаторы в нашем представлении, это совершенно не барахолка. Я когда прочла афишу, в моем понимании, это нечто вроде стараконного рынка, на котором располагается по выходным дням наша народная барахолка. Но там совершенно другая атмосфера. Видеокадры я вставлю в конце этого видео. Там мне комментировать было не очень удобно, поэтому рассказываю вам все сейчас. По субботам в том зале проводятся различные мастер-классы, тренинги, встречи, мероприятия. И вообще там такая атмосфера творческая, очень такая свободная. И располагает, как это сейчас модно говорить, найти баланс, найти внутреннюю гармонию. Вообще сейчас практически ежедневно рекламируются какие-то тренинги, встречи, мероприятия, психологической тематики. И в основном поднимаются такие вопросы, как разобраться с накопившимися чувствами, выйти из состояния замирания, начать действовать, найти новые смыслы в деятельности, отношения к будущим. Понять, куда двигаться дальше, что делать, планировать, принимать важные решения. В этих условиях, в которых мы находимся, в условиях неопределенности. Найти опору, внутренний ресурс. Еще сейчас актуально, как адаптироваться в другой стране и даже в другом городе. Эти леди, по-моему, с другого века. Смотрятся очень миловидно. И еще такой критерий, как вернуть ясность ума, стабильность, уверенность и настойчивость. Вот экскурсионные автобусы, про которые я рассказывала. Правда, здесь, наверное, заблудился немного. Вот такие вопросы, которые я перечислила, сейчас обсуждаются. Они актуальны. И люди, кто занимаются внутренним наблюдением, любят посещать мероприятия с такой тематикой. По ним видно, они свободные, творческие, мыслящие, очень современные люди. И это видно даже по их внешнему виду, по их поведению, по их предпочтениям и по их интересам. Пишите комментарии, делитесь своими размышлениями и своим мнением. И даже сейчас можно слышать красивое пение птиц. Здесь тоже творческий уголок создан. Ателье штор, пошив штор. Все это оформили в красивую декорацию. Отнеслись к этому творчески, с любовью, выставили пуфы. Сейчас будем заходить вовнутрь. Отнеслись к этому творческому творчеству. Отнеслись к этому 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 творчеству. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь два помещения... Первое помещение... Это кафешка... Милая, уютная... Второе непосредственно сам зал... Вот уже при входе за столиками на перпетах отдыхает молодежь... Благодарю вас за внимание, до новых видео, пока-пока!